Времены в средневесовой категории готовятся к своему финальному бою. Дмитрий Майдан, Россия. Иван Шепенун. На татаме рефери, президент федерации АФК Стив Арнейл. Иван Шепенун очень активно начал этот бой. Длинные, сильные конечности. Но это не пугает нисколько Дмитрия. Он не изменил своей тактики. Очень уверенная постановка корпуса. Низко подсаженный таз. Как будто очень расслабленное тело. Молниеносное включение с огромной концентрацией. Вот тот стиль, который выбрал Дмитрий Майдан. Самым закономерным и удобным для него это, несомненно, ближний бой. Но его соперник знает это и все время рвет дистанцию. Тем временем рефери обоим бойцам выносит предупреждение. Шепенун прекрасно работает на средней дистанции ногами. И понимая это, Майдану надо, естественно, порвать дистанцию и войти в ближний бой. Войти в него очень трудно. Шепенун встречает прекрасно поставленным прямым ударом ногами Майгери. Это как лом, лом, который, к сожалению, иногда попадает в пах, что не разрешено в кьёк и шине. Прекрасно работает ногами Шепенун. Именно как можно быстрее порвать дистанцию. Что он сейчас старается сделать? Смотрите, как прекрасно работают ноги. Как из катапульты. Еще две минуты. Хаки-лаки. Ничья. Диме надо рвать дистанцию, рвать дистанцию, рвать дистанцию. Только ближний бой его может спасти. Видите, совсем другие действия. У соперников Майдана. Вот и нет этих устрашающих прямых ударов со средней дистанции. Соперники из разных стилей совершенно. И вот чье мастерство и умение стратегически постраивать бой будет выбран правильно, тот и победит. Чьё предупреждение Арнейл делает Шепену. Как только Дмитрий выходит в ближний бой, сразу удары его достигают цели. И он вяжет все действия своего соперника. Вот они страшные удары Майдана. Пробит средний сектор. Шепенун уже тяжело дышит. Вот он, удар. Мы еще раз его видим. Он проведен наверняка на вздохе, и поэтому это очень ужасный удар. Держать его очень трудно. И соперник Дмитрий Майдана, Шепенун, отказывается от проведения боя. Чистая победа, Япон, и чемпионом в средней весовой категории становится наш земляк Дмитрий Майдан. Поздравление тренера. Поздравление ученика. Да, это заслуженная победа. Дмитрий очень долго ушел к этой победе. Все как-то не складывалось. Но вот принципы, которым он был верен много лет, сыграли. Наконец-то музыку его честь. Награждение производит президент федерации. Третье и четвертое место за Алексеем Гороховым. И Мануло Антонио. Сломанная рука и кубок. Серебряный мизаль и второе место. За швейцарским бойцом Ваном Шепенуном. И чемпион в средней весовой категории становится москвич Дмитрий Майдан. Это второй кубок Димы. Первый он завоевал, как победитель в абсолютной категории, по Томисеваре. 16 разбитых досок, платиновый значок и несколько слов о секретах своего мастерства. Каждый соперник выбирает себе соперника. И под этого противника выстраивает какую-то определенную тактику. Я смотрел все прайбы, они всегда были очень постоянные. То есть подгребание, вырубание, по возможности, делание то, что тебя учил. Все, абсолютно все бойцы, разной концессии, разных национальностей, разного воспитания. Они стараются все-таки менять технику по противнику. Почему ты никогда не заменяешь свою тактику? Ну, на это очень повлияло и стратегии, которую дал мой тренер. И та суровая школа, которая действительно включает нас быть сильными и достаточно мощными. Поэтому я стараюсь, чтобы соперник под меня постарался, а не я под него. Это основной момент, который наставил передо мной Беде Игоревич Катринский, который, я надеюсь, выполнен сегодня.